Это что с моей пяткой? Почему она как мясо? И вот как вот с этим быть? А ой, я сейчас выгляжу как обезьяна с автоматом. А что ты хочешь делать? Всем анон, друзья, меня зовут Ники, и сегодня одна из ваших самых-самых любимых рубрик на моем канале FixPrice это трэш. В этих видео мы тестируем с вами разные товары из FixPrice, как корейскую косметику, и не только. И сегодня я купила просто кучу разных новинок, прям вот самых последних, самых горячих, часть из которых вы мне писали, чтобы я их протестировала, чтобы я их нашла. И спасибо всем большое, кто вообще пишет мне, что мне протестировать в следующий раз и так далее. По поводу вкусняшек, да, почему-то как-то не было нормальных вкусняшек или чего-то такого интересного, так что я буду признательна, если вы напишите вообще, что как бы из FixPrice еще можно снять для вас, а возможно даже просто напишите какие-то идеи для видео, которые вы хотели бы видеть от меня, и я сниму их по вашему запросу. Это просто моя себя засмотрелась так. А теперь поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, ставьте колокольчик, чтобы всегда смотреть мои новые видео первыми. А теперь погнали! Итак, первое, что мы будем вместе с вами тестировать, это вот такие вот носочки, пилинг-носочки. В прошлый раз, когда я уже ушла из FixPrice, выпустила видео, последний выпуск, да, из FixPrice, мне писали о том, что там появились пилинг-носочки. И вот в тот день, когда я читала ваши комментарии, я пошла и купила их. Это корейские пилинг-носочки, стоили они 149 рублей. Я вообще в шоке от цены с FixPrice. Там уже есть товары, которые по 250 рублей стоят. Это уже нифига не дешево, как бы. Вы согласны с этим? Так вот наберешь, наберешь, потом идешь на кассу. Два косаря с херали. Вы знаете, для одноразового, скажем так, пилинга, мне кажется, что 150 рублей, ну как-то вот я подумала бы, покупать или нет. Если не очень, как бы, она по своему действию, то я бы не купила. Поэтому, собственно, и существует моя рубрика, и она здесь на ваши пальчики вверх. Ну что же, посмотрим. А что это? Ну что, надеваем? Если что, в этих носках спать нельзя. Вот и все, теперь можно посидеть за компьютером спокойненько. Настало время снимать и мыть это все. Да, уже как-то... О, черт, это что с моей пяткой? Почему она как мясо? Я просто в шоке. Это что такое? Ну что, в принципе, пятки себя чувствуют нормально сейчас. Но ногах до сих пор присутствует вот это вот ощущение холодка, знаете. Но вот конкретно на этом этапе я не заметила какой-то побочки. Но тем не менее, я вижу, что кожа там, где был сам пилинг, она немножко покрасневшая. Я не знаю, вам будет заметно это или нет, но вот здесь вот прям такая вот полоса. Я в шоке, друзья. Прошло 3-4 дня или даже, по-моему, 5. Но вот посмотрите, как у меня кожа начала обладить. У меня такого никогда не было. И здесь у меня вообще проблем с кожей, в принципе, не было. Но имейте в виду, что вот такой вот эффект дают эти носочки. И это капец как страшно. Так, следующее, что мы вместе с вами будем тестировать, и то, что вы просите последние несколько выпусков протестировать постоянно, это какие-нибудь средства для волос, а особенно маски. Сегодня мы будем тестировать с вами маски для волос. И у меня их здесь... Что с моим голосом, господи? И у меня их здесь целых три. И они все по себе как бы разные, с разными действиями, эффектами. Вот эти две я уже попробовала. И я свое мнение скажу, когда сейчас я пойду в душ. Попробую вот эту и скажу, какая из них мне больше всего понравилась. Вот это идет органа и макадамия. Я обожаю, как пахнет макадамия. Очень, знаете, даже не знаю, как сказать. В общем, все средства с макадамией мне, в принципе, нравятся. Это идет укрепление и защита у нас, роскошные масла. Вот это идет на питание. Кстати, прям чувствуется, что она больше как-то напитывает кончики волос. Ну что, я сходила, помыла волосы. И хочу сказать, что вот эта вот маска, точнее, с авокадо и оливой, она подходит больше для натуральных волос. То есть, если у вас волосы окрашены, тем более окрашены, как у меня в блон, то она не настолько сильна, как, например, маска питания. То есть, если у вас, допустим, блон, то я вам советую вот такую вот маску питания. А если у вас просто обычные, натуральные, скажем так, некрашенные волосы, да, то можете использовать уже вот эти вот две, потому что они немножко по-лайтове, скажем так. Но, тем не менее, за 55 рублей достаточно неплохая маска, чтобы ее использовать там, скажем так, не каждый раз, но вот как здесь написано, два раза в неделю. Также, что касается волос, мы вместе с вами попробуем такой спрей для волос. Я, кстати, очень часто в Экспрессе покупаю какие-то спреи. Вот это идет спрей для волос укладка термозащита. Здесь еще и фиксация есть невидимая. А это витаминная защита, экстра восстановление и укрепление. Я так подозреваю, что вот этот спрей для волос можно и для расчесывания использовать в принципе. То есть, не только для укладок. А теперь давайте поделим волосы пополам. Они у меня как раз-таки сейчас влажные, немного подсушенные. И сейчас как раз самое время, чтобы нанести спрей для волос. Давайте вот на правую сторону нанесем витаминную защиту. Будьте аккуратны с распылителем, потому что он здесь не мелкий такой, а немножко бьет струей. И немножко вот так вот распределите прям по волосам. А лучше, я поняла почему так, потому что здесь, наверное, скорее всего нужно в ладонь сначала нанести, а уже с ладошки на волосы сами. И на левую сторону нанесем термозащиту, которая идет с укладкой. Посмотрим, она как фиксация работает или же просто как термозащита. Ну что, волосы я, как видите, уже высушила. И что я хочу сказать, что спреи для волос, они в принципе работают приблизительно одинаково. Они не утяжеляют волосы, они их не склеивают. Это огромный-огромный плюс. И за свою стоимость 77 рублей для того, чтобы просушить и расчесать волосы, это отличный вариант. Здесь же все отлично. Волосы хорошо просушились. Они мягкие, они легкие. И это замечательно. Ну что, давайте теперь попробуем вот такую маску заполнения морщин, выравнивания тона, эффект припудренности. Типа это все будет чики-пуки, чики-моники. То есть это типа альгинатное масло, но не типа, а так и есть. Как бы 99 рублей. Что нужно сделать? Как обычно, ее в принципе развести нужно. И под нее, кстати, нанести нужно средство. Какую-нибудь сыворотку или же крем. Я вот нанесу как раз-таки сыворотку. У меня сыворотка корейская. Что это за смех такой был? Вроде бы я угадала с количеством воды, но теперь нужно хорошенько размешать, чтобы не было комочков. Все просыпалось. Ну отлично. Что, погнали тогда? Ну что, я нанесла маску. Вот пока она наносится, она также еще истекает. В принципе, наносится она нормально. Знаете, я прям такая вот потекшая, как мороженое. Я даже сейчас фотку не смогу сделать, хотя я это хотела. Короче, ждем 20-25 минут. Я решила полежать, потому что иначе просто невозможно. Нет, полусидячим положение тоже не пойдет. Нужно именно лежать. Поэтому я и прилегла. У меня такой внеплановый будет отдых. Ну что, время прошло. Где-то минут 20. И я думаю, что дольше сидеть даже и не стоит. И снять нужно одним пластом, прям на глаз, на лип. И неудобно. А потом остатки нужно пойти все-таки смыть водой. Ааа, где волосы? В целом кожа мягкая после нее. То есть, да, ощущается, знаете, такая вот свежесть. Но все-таки кожи не хватает какого-то питания. То есть после этого можно даже нанести какой-то крем. И вот как вот с этим быть? Короче, как-то вот так вот. Но смываются вот эти очень плохо, поэтому я использую специальную щеточку для лица силиконовой, чтобы смыть остатки. Смотрите сами за 99 рублей. Но по доброй воле что-то не хочется больше делать. Так, давайте-ка протестируем сейчас то, что я хотела протестировать. И в принципе, каждый раз, когда в фикс-прайсе выходят такие новинки, я всегда их покупаю. Это вот такие вот спонжики. Вот это именно самая последняя новинка, потому что здесь еще есть вот такая вот подставочка. Знаете, прикольно. И вот эти спонжики я пошла, специально его постирала, и он увеличился раза в два в размере. Вы посмотрите, вот как бы он еле помещается сюда в свою подставочку. Но тем не менее, давайте посмотрим, как будет распределять тоналку по лицу. Я ему уже, кстати, нанесла сияющую базу на лицо, и он впитывает в себя воду, плохо ее отдает. Но сейчас посмотрим, как будет тоналку разносить. Знаете, что дает достаточно очень легкое покрытие, то есть полупрозрачное. Имейте это в виду. Мне кажется, что он в себя больше тоналки впитал, но тем не менее, достаточно мягкий. Если я сравниваю с бьюти-блендером, конечно же, он рядом не стоял, но если вы любите легкое покрытие и у вас недорогая тоналка, то можете его попробовать, использовать. Сколько он там стоил-то? Еще в мусорке просто. Он стоил 99 рублей. Я сейчас как раз после душа нанесла крем под глаза, и сейчас хочу использовать вот эту вот маску. Терминизирующую, потому что как-то я себя чувствую, знаете, не слишком в тонусе, как будто бы с экстрактом клубники. Она и стоила 55 рублей. По факту, как бы, все как обычно. Наносим 20-30 минут, ждем, и потом распределяем по лицу, и не нужно ее смывать. Кстати, когда я наношу маску и говорю, что лекало идеально подошло на лицо, мне потом пишут, что, видимо, эти маски создают исключительно для меня, что все вот такие подобные лекала на мне вот так вот лежат идеально. У меня просто, что ли, лицо как-то блин, что ли? Я что помашу? Блин, нож, что ли? Пока масочка будет на мне работать, я посижу за компьютером и полыбираю себе новые шмотки. Ну что, настало время снимать. И, знаете, лицо как будто бы закаменело. Но хочу сказать, что маска не вызвала каких-то негативных эмоций, то есть все было замечательно, и я просто посидела так комфортненько с масочкой. Она как будто бы немножко увлажнила, но не прям напитала кожу. То есть такая вот лайтовая маска на один раз отличный вариант, то что присмотритесь к ней. Но я бы не сказала, что она как-то тонизировала. То есть просто маска. Кстати, я еще в фикс прайсе взяла за 99 рублей вот такие вот бритвы. Здесь 5 штучек, и я не знаю, насколько они будут классные, но в последний раз в фикс прайсе я брала бритвы, и они просто отвратительные были. Мне пришлось их выбрать. Я сейчас прохожу курс лазерной эпиляции. Если вам тоже будет это интересно, потом, когда я уже его весь пройду, я поделюсь своими впечатлениями. Потому что, например, до того, как я сама решила сделать лазерную эпиляцию, я как бы в этом была вообще полный чайник. А сейчас мне нравится. И для этого, чтобы вообще проходить этот курс, нужно зоны необходимые брить обязательно. То есть нельзя там шугаринг делать или еще что-то, поэтому я взяла бритвы иные станки. Я не знаю, правда или нет, но говорят, что женские бритвы иные станки намного острее, чем мужские. Не пробовала, не сравнивала. Кстати говоря, про мужские. Я за 199 рублей купила просто вот такую электробритву с тримером, которую нашла в фикс прайсе. Здесь батареек нет. Здесь нужно 2 батарейки АА. Короче, это вот такая вот штука. Наверное, это нужно чистить. Я, честно говоря, вообще не в курсе. А нет. А ой. Я сейчас выгляжу как обезьяна с автоматом. Итак, барбершоп объявляется открытым. Так, у тебя есть этот усы, да? Нету. Не растут. Что он похож на мне? Что? А что ты хочешь делать? Заревать. А вот эти? Нет, твои волосы не берутся. Застревают волосы. Вот это надо делать. Нет, это же вот так бока подравлю. Ну давай подравним. Ты же завтра пойдешь стричься. Да. И они сбрелись? Ну да. Как будто волосы 3 дня росли. Вот посмотрите. А они сострились, но как будто бы уже отросли. Да, вот это тебе тоже. Тебя нужна она оставить? Ты не будешь ее бакенбарда? Не будешь уйдать? Точно? Я же ее выброшу. Хорошо. Я помогу тебе. Ого, какой звук. Да, бред чуть-чуть. Но правда корейский волос, мне кажется, плохо берет. Давай только одну зону. Вот это эпик фейл у нас. Что случилось? Я до сих пор не купила штатив. Короче, немножко здесь усы как бы побрились, но не столько хорошо. Бритва ни о чем. Если только вы хотите бакенбарды себе подстригать, только ради этого. Все. Короче, не рекомендую. Ну что, друзья, вот такой сегодня у нас получился с вами выпуск. Обязательно пишите внизу в комментариях, что вы мне в следующий раз протестируете, что вы уже пробовали из того, что я вам сегодня показала. А также еще поделитесь своим мнением. То есть вы покупаете что-то по моим советам в фикс прайсе? И помогают ли вам мои выпуски, чтобы экономить деньги? Мне это будет очень-очень важно прочитать. Так что пишите это внизу в комментариях. Смотрите предыдущие видео. Увидимся с вами уже в новом. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok